Питца церкви впервые Вот, это как не любит себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Итак, открываем 1 Коринфянам 15 12 главу, пожалуйста С 21 по 22 стих И так, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут 1 Коринфянам 15, 21-22 Это наше местописание Что все от человека, правильно? Человек согрешил, и человекам же понадобилось все поставить обратно на свои места Когда вы имеете дело с ходатайством и вы сталкиваетесь с какими-то культами Всякий культ имеет проблему с человеком Иисусом Христом Когда с вами говорят люди, которые входят в состав каких-то пультов или они одержимы демоном И говорят, ну вот у Иисуса не было земного Отца Всегда враг пытается к чему-то земному прикрепить или ассоциировать Иисус был стопроцентным человеком, но его семя пришло от Отца с небес И Дух Святой покрыл, как бы был над Мирием, да, и она зачала То же самое происходит с нами Дух Святой приходит в вашу жизнь Никто не приходит к Богу, как только если Дух Святой не приведет Он обитает над вами, витает над вами И потом вы исповедуете Его И тогда семя сеется в ваше сердце И Иисус начинает возрастать в вашем сердце И это просто чудесная жизнь Аминь Так что есть один Господь и есть один посредник между Богом и человеками И это человек Иисус Христос И он будет строить свою церковь, свою общину И врата ада, они не одолеют ее Когда люди слепы или они обременены чем-то связанной, какое-то бремя на них Необходимо время для того, чтобы вот разобраться с ними, встретиться с ними И мы с вами делаем решения Мы должны быть чувствительны к Богу, чтобы понять, каких людей вот сейчас на этот момент ты хочешь Господь освободить В обстоятельствах я всегда спрашиваю Бога Должен ли я войти сейчас в эту брань за вот этого человека? Я всегда задаю Богу этот вопрос, и вы должны быть очень чувствительны тоже Стоит ли входить в брань за какого-то человека в данный момент времени? Потому что то, что происходит Будет зависеть от состояния вашего отклика Лично вы втянете самого себя в этот процесс или нет? Вопросы с бременами, вот с этими связанными людьми, которые одержимы Да, все содействует ко благу, и это касается того, когда мы молимся И оно работает ко благу тогда, когда мы соработаем с вами с Богом А не сами по себе Если вы вернетесь в Римлянам, восьмую главу Давайте еще раз обратимся к этому месту Писания На мгновение По каким-то причинам иногда Господь Не позволяет вам войти в какую-то брань Или отстраняет вас от каких-то действий Однажды в Индии у нас был такой человек, который преследовал нас Постоянно следовал за нами Я видел его в первой аудитории в самом большом городе, где мы были Где было пять тысяч студентов, которых Там была библейская школа, которая начиналась с восьми утра до двенадцати ночи Десять дней мы вот так интенсивно тренировали студентов, пять тысяч человек Один учитель выходил на сцену за другим И так до конца вечера И в конце вечера мы все возлагали руки и молились за всех студентов Поэтому в конце вечера ты, как учитель, возлагал руки на пять тысяч человек И этот человек, который следовал за нами, он часто сидел на первом ряду И кто бы ни выходил учить, этот человек кривлялся, строил рожицы, кто бы ни был на сцене И я задал вопрос Господу Господь, что ты собираешься сделать? И группа порядка подходила и говорила, что, слушайте, что делать с ним? Он попадает в камеру, потому что камеры со сцены снимают его на первом ряду И Бог сказал, позволь этому И я позволил ему продолжать На следующее время он в другом городе опять оказался в первом ряду И я спросил Господь, ты хочешь, чтобы я что-то с этим сделал? И Бог сказал, нет Я сказал, хорошо, Господь Мы переехали уже в третий город И это уже был третий-четвертый месяц нашего служения И мы начали с одной стороны Индии, а сейчас мы уже вообще на другой стороне страны И он все еще сидит на первом ряду Он снова там И я сказал, Господь, что происходит? Что ты хочешь делать с ним? И Бог сказал, просто подожди И тут выходят ко мне три молодых индуса И они говорят, ты что, не видишь вот это? Я говорю, я вижу И что же ты собираешься делать? Я говорю, а что же вы бы сделали? Они говорят, мы бы изгнали бесов из него Я говорю, ну хорошо А они говорят, но мы этого не хотим без тебя делать Я сказал, ну тогда вы поститесь три дня А потом приходите Они попостились И мы встретились И мы с этими тремя молодыми индусами, христианами Вывели этого человека в личную комнату И первое, что сделал этот бес Находясь в этом человеке Против этих трех молодых парня Этот бес проявился Какой-то дух кунг-фу И он начал позы становиться Эти все трое христиан Забились в уголочек Этой комнаты Испугались В любом случае Мы помолились, связали И изгнали бесы Потому что я учил их, что Только постом и молитвой Можете изгнать такое Вы должны поститься и молиться И Бог хотел, чтобы люди были натренированы И тогда у Него была даже цель Чтобы этот человек был И мне пришлось терпеть этого человека Несколько месяцев до того, как До того, как молодые христиане Научились слышать голос Божий И начали практиковать И много очень было изгнаний Бесов в Индии Я в этом много участвовал Но я никогда не прикасался к ним Я только задавал вопрос Ты хочешь быть свободен? Да Говорю, тогда смотри в мои глаза Посмотри на того, кто в моих глазах Он освободит тебя Повторяй за мной И тогда люди становились свободны Иисус освобождал их У него есть сила над любой силой И властью врага Вы должны научиться ходить с ним Практиковать это И прочувствовать самим этом Когда будете практиковать И оно Это есть для вас Вы можете это делать Человек всегда пытается найти Новый способ Лучший метод Но Бог ищет, так сказать Лучшего человека Соответствующего человека Человек Это Божий метод Бог использует людей Бог будет использовать людей Освобождать других людей Человек, который связан Как бы в бременах Человек же его и освободит И этот человек Иисус Христос Он единственный И Он в вас Аминь Слава Господу Итак, мы возвращаемся К римлянам в восьмой главе И это двадцать восьмой стих Притом знаем, что Любящим Бога Призванным по Его изволению Все содействует Ко благу Да Притом знаем, что Любящим Бога И призванным по Его изволению И я верю, что Все работает на благо Когда мы молимся Когда мы ходатайствуем Когда мы соединены Когда у нас есть общение С Богом Двадцать шестой Стих говорит, что Дух подкрепляет нас В немощах наших Мы не знаем О чем молиться Как должно Но сам Дух Ходатайствует За нас Воздыханиями Неизреченными Он испытывает сердца И знает, какая мысль у Духа Потому что Он Ходатайствует За святых По воле Божьей По-настоящему Если вы только схватите Вот это слово Поймете его То вы сможете Иметь его И двигаться в нем Он делает Ходатайство Вас По воле Божьей Аминь Дух Святой Помогает нам У нас есть Этот помощник У нас есть Один такой Верный Добрый помощник И мы должны Позволять ему Молиться Через нас Когда человек Думает, что он Вовлечен в ситуацию Тогда он упадет Мы не должны так Мы не можем так Потому что У Бога есть контроль Он в контроле И Он делает Чтобы все работало Во благо Не мы Аминь Не важно, насколько Сильными вы себя Чувствуете И не важно Насколько сильным Помазание Вы чувствуете Это вопрос Послушания Ему Аминь Читали ли вы Когда-либо Историю О Бенни Хине Когда он Только начинал Служение Он был В городе В котором Жили его родственники Которых он Много лет Не видел И у него Было утреннее служение И Бенни Хин Встал И все стали И он сказал Иисус И все упали И он Повернулся Еще в одну сторону И сказал Иисус И снова все упали Все подумали Ого Как здорово После всего Господь Говорит Бенни Мне надо Чтоб ты пришел И начал молиться Но Но Бенни говорит Господь Я же своих родственников Не видел Так много лет Мне надо С ними на ланче Встретиться Пообедать Куда ехать С ними И он все-таки Поехал Встретиться С родственниками На вечернее служение Вернулся Все стоят Бенни Бенни говорит Иисус И ничего не происходит И ничего не происходит Потому что он не послушался Господа Когда он нуждается В вас Именно Господь Вы должны быть доступны Когда он хочет Чтобы вы молились Есть причина И есть время Что он хочет Чтобы вы молились У вас у всех Есть часики Ну на телефонах Точно Есть Ну Обычное время Но Библия Говорит О вечном времени Есть слово Кайрос Это греческое слово Это Божье время Когда Бог говорит Молиться Молись И когда он говорит Молись вот тогда-то Ты должен брать Молиться Потому что это Божье время Не то что Ой подождите Мне надо подождать Или это Три-четыре часа утра И вы задаетесь вопросом Боже Чего же я проснулся Спать не надо Потому что Надо молиться Я должен был Встать в два часа ночи Мне надо Надо чтобы ты Сейчас молился Он позаботится О вашем сне А то силе Которая вам нужна Чтоб укрепить вас Он обо всем этом Позаботится Если вы ищете Его Все остальное Устроится Как ходатай Для ходатай Ваша доступность Играет очень большую важность Если он не может На вас положиться Что вы будете делать То что он хочет В его время Какой смысл Тогда в вас Есть Божьи времена Может вы Можете не знать Как молиться В этот момент Просто молитесь В духе И он вам может Показать что-то Особенное Другое И это может быть Очень сильным Аминь Иногда я вижу Вот такое вот Дар ходатайства Иногда я использую Иногда я вижу Это в самом себе Что я знаю что-то Например я работал Для одной компании И так же мы помогали Людям Которые жили на улице Бездомным Бог меня так благословил В этой компании И мне там дали Крутой грузовик Новый На котором я мог работать И мне сказали Просто иди в магазин Выбери любую машину Которую тебе надо И бери И у меня появилась Вот эта грузовая машина На которой я мог ей работать И как бы мы с женой Вот мы с женой Могли сесть Поехать обедать Мы поехали пообедать Выхожу Машины нету Новый Новый с магазина Где Господь Машины нет Новой Я говорю Господь Где мой грузовик И Бог мне говорит Ты знаешь Вот такого Вот этого человека Ты с ним Работал на улице Он Он взял Ваш Автомобиль Я думаю Что? Я начал молиться Два часа утра Два часа утра Господь Я тебя не отпущу Пока ты не скажешь Где грузы Где этот трак находится И Бог четко сказал В каком городе И возле какого Отеля Находится Моя машина Несколько километров Я позвонил В гостиницу И того парня Звали Джон И я позвал Джона К телефону И я попросил В отеле Дайте мне комнату Джона Огаски И тут он берет Трубочку И он сказал Алло А я говорю Верни мою машину Ко мне в дом Сейчас И пошли гудочки И я пошел спать Утром мне звонят Это Джон Я вот тут В начале улицы Где ты живешь Я с машиной твоей Что мне делать И я сказал Пожалуйста Оставь ключики В машине Выйди из машины Прямо там Где ты находишься И вали подальше Потому что я приду Я могу убить тебя Так что ты остался жив Уходи Я приду И сам заберу Свою машину И Бог дал мне На практике Испытать этот дар Понять Где машина Находилась В тот момент И что делать Это было Проявление дара Ваши ходатайства Ваши молитвы Они будут становиться Все сильнее и сильнее Тогда Когда вы будете Возрастать в Господе В отношениях с Ним Аминь И это очень Очень сильные переживания Бог использует Человека Людей И Он использует Людей Потому что Человек Все испортил Отдал Свою власть И человеком Это было Вернуто Назад Когда Иисус Появился На этой земле В виде человека Он был Человеком Сто процентным Навечно И Он сейчас В своем Прославленном теле Но Он все еще Человек Иисус Христос И этот человек Будет судить Весь мир И это грядет И то, как все происходит Вокруг Выглядит, что Это будет вскоре И многое сейчас Происходит Правда? По всему миру Вещи Многие происходят Просто Разные Человек Был тем, кто должен Иметь это правление Над всей землей Над всей землей И это причина Почему Необходимо Молиться Нет, это не просто Автоматические молитвы То есть, человек Должен вернуть Свое правление Свою власть На землю И это работает Когда мы высвобождаем Бога Мы должны Проговаривать Мы должны Говорить Мы Искуплены Мы Искуплены Мы Искуплены Господом Мы Искуплены Это вслух Помните Илья Молился И не было Дождя И когда Надо был Дождь Илья Вышел Занял Свою Позицию Начал Провозглашать Начал Молиться До тех Пор Пока Не Пошел Дождь Даниил Даниил Когда он Смотрел Книги И понял Что Закончили 70 лет Рабства Он говорит Все Давайте Поститься Давайте Молиться Давайте Выходить На свободу Давайте Получать Эту Свободу Когда стена Была Разрушена В Германии В Германии Западной и Восточной Германии За неделю До этого Ходатые Были Там И они Провозглашали Ты Падешь И Они Пророчествовали Неделю Спустя Тебя Сравняют С землей Они Стояли У Эт Три Вик Они Стояли У Этой Стены И Говорили Через Три Недели Тебя Не Будет На Этом Месте И Через Три Недели Стены Не Было Люди Молились И Есть Времена Божьи Наша Задача Работа Не Обязательно Точно Знать Все Времена Он Принесет Эти Времена Наша Задача Держать Себя В Готов Настя Я Всегда Готов Молиться Я Готов Ходатайствовать Я Помню Один Вечер Мы Были В Америке В штате Южная Каролина Откуда Вот Хит И У нас Свободный Вечер Я Взял Супругу Мы Поехали Провести Время Двоем Поужинать И Это Было Чудесное Время И Бог Не Обременял Меня Никакими Молитвами Я Не Чувствовал Что Мне Надо За Кого Молиться И Вечером В конце Вечера Я Спокойно Лег Спать Со Спокойной Душой Несмотря На То Что Там Не Молился Не Был Занят Я Был Чист И Между Мною Богом Все Было Чисто Я Лег Спать И Я Был Все Было Честно С Богом Я Спокойно Ночек Спать Все Я Пошел Спать Пять Утро Мои Глаза Мгновенно Открылись Я Слышу Это Слово Кровь 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 И Час Спустя Я Все Еще Повторял Слово Кровь 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 И Я Говорю Господь Это Все Что Ты Мне Дал Это Все Что Я Буду Говорить Вслух Два Часа Я Говорил Слово Кровь 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 Христа. Это все, что я говорил. Два часа. И потом зазвонил телефон. Мой... Позвонила женщина и говорит, мой сын практически сгорел. Можешь ли ты приехать в больницу? И я понимаю определенные медицинские вещи. И я понимаю, что когда ты выгорел, это большой проблем, если твой кровь и я знал, что когда горит кожа, горит человек, то самая большая проблема будет инфицирование крови. Если происходит, тогда это большая опасность. Когда у вас сильные ожоги, людям переливание крови делают часто. Это женщина, которая звонила, она ходила в церковь. Ее сын был неверующим. И каждую пятницу вечер, как по традиции, он напивался и избивал свою жену. И в этот вечер он избил ее, и он вырубился. И она полила его керосинчиком и зажгла его. И подожгла своего мужа. Он был белым, но теперь после этого он черный. От макушки головы до кончиков пяток он черный был, как уголь. А когда он наступил ногой на пол, его подошва отпала, он настолько сильно обгорел. И она спросила, поедешь ли ты в больницу помолиться за моего сына? Я пришел в больницу, и куча докторов была вокруг него. И они сказали, о-о-о, проповедник приехал. Он здесь, чтобы помолиться. Все доктора, они просто все остановили. Они сделали шаг назад. Они понимали, что нет ничего, что они могли бы уже сделать, и они говорят, ну пусть хоть помолятся. Я сказал им, я сказал этому человеку, если ты меня можешь слышать, просто попытайся моргнуть. И он моргнул. Я сказал ему, ты в очень плохом состоянии, ты знаешь? И я понимаю, что ты Христа не знаешь. И очень важно сейчас для тебя примириться со Христом, потому что ты его не знаешь. Если ты сейчас умрешь, то ты пойдешь в ад без него. И я задал вопрос, хочешь ли ты знать Христа? И он опять моргнул. И я говорю, я буду молиться, а ты повторяй за мной своим морганием, что ты согласен. И он помолился и принял Христа. Доктора все еще стоят. Я сказал, я буду просить Христа исцелить тебя. Он простил тебя, и я буду просить Его исцелить тебя и сотворить чудо. Конечно, врачи, разведя руками, они считали, что это покойник. Но мы помолились. Год спустя, год спустя, я был в магазине на заправке. Я платил в магазинчике за бензин. И кто-то меня похлопал по плечу. И я увидел этого человека. Он живой. Они сделали много пересадок кожи Ему, и Он живой. Но из-за крови Христа, из-за ходатайства, когда Иисус знал это, что происходит, и что Он хотел Его исцелить и спасти Его. Я не знал Его. Я тогда не видел Его, не сталкивался с Ним. Но я был доступен для Бога ходатайства и молиться. Аминь. Еще одну историю вам расскажу. И, может быть, фотографии покажу. У меня есть знакомый, друг, у него есть пророческое помазание. Надеюсь, в следующем году он приедет со мной к вам. Он лидер поклонения, и он в Германии служит. И я достаточно хорошо его знаю. И его супругу. Его жена, она красавица, вот из конкурса красоты, мисс Алабама. И этот человек, он проповедовал в церкви. Он проповедовал в воскресном вечере. И он использовал вот это местописание с хождением по воде. И слышание Бога. И помните, Иисус шел по воде, и ученики все были в удивлении, изумлении, как дух ходит, а, что происходит? И Иисус им сказал, не бойтесь, это я. И тогда Петр, ну хорошо, Господь, если это ты, тогда я хочу к тебе идти. И он учил о слышании Бога и ожидании чудесного, чудотворного. Это было в этом году, может, месяц назад. Он вернулся домой, этот человек, который проповедовал, и на следующий день он постился. Они живут близко, недалеко от пляжа, и его супруга находилась со своей мамой на пляже тогда. В среду утром, во вторник вечером, она позвонила домой и говорит, я возвращаюсь с пляжного домика, с отдыха, возвращаюсь домой. И этот человек услышал голос Бога, который говорит, скажи ей не возвращаться. Она говорит, нет, любимый, я же к тебе хочу вернуться, нет, я возвращаюсь. Говорит, нет, ты должна остаться на пляжном отдыхе с мамой, останься. Она сказала, ладно. На следующее утро этот человек встает, он закончил свой пост, он подошел к кухне, опустил бэггл, такой бублик с дыркой, в тостер поджарить, он стоял возле тостера, и когда тостер выдал бублик этот наружу, он увидел голубое пламя, которое спускается прямо со стены, и весь дом просто взорвался. и это его откинуло, этот взрыв в подвал дома, основание. 12 километров вдаль был слышен взрыв. Весь дом просто на мелкие кусочки. Все в огне. И then across the street is a bank with a camera. Через дорогу, через перекресток банк был, и там было камеры наблюдения. And the camera shows him get up, he walks out of the fire, in the fire. He's walking across the top. Дома, в огне, и как он переходит дорогу. И он сел на обочину. He's burnt. 60% его тела было обожжено. Они прислали вертолет и отвезли его в большой город. Они думали, что он под наркотиками. Они думали, что там минфетамин варили, что это наркопритон был. И они просто в коридорчике в больнице его оставили, потому что думали, что наркоман. Два часа он пролежал без осмотра медицинского, без инъекций, без обезболивания, без ничего. Пастырь пришел и говорит, что вы делаете? Это мой лидер прославления. Что вы творите? Они сказали, мы подумали, что он наркоман. И они начали работать над ним. И чтобы сократить вам историю, месяц спустя Бог чудотворным образом поменял кожу этого человека. Он очень хороший гитарист и вот его пальцы его рука сгорела очень сильно, но не затронута была внутренняя сторона и он может продолжать играть. Это просто чудотворение. Бог говорил ему, Бог призывал его к молитву. Если бы его жена пришла, она была бы где-то рядом. И потому что газ взорвался тут, стена спасла его, но если бы жена стояла там, где она обычно стояла, то ее бы разорвала на кусочки. Поэтому слышание Бога это очень важно. Вы никогда не потратите свое время напрасно, проведя его в общении с Богом, спрашивая о его воле и молясь ему. Это очень простая молитва. Отец, Иисус, ты мой пастух, я твоя овца, а овцы стада твоего знают твой голос. Истинное ходатайство это быть настроенным и слышать его голос, слышать голос Божий. Много раз в ходатайстве можно сказать, ой, я этого не понимаю, не слышу, не знаю, как это будет, но главное, чтобы вы слышали Бога и настроились на его волну. И он никогда, никогда вас не предаст. Аллилуйя. Аллилуйя. Какой чудесный Бог, которому мы с вами служим. И я молюсь об этом за вас. Чтобы вы слышали его. Может быть, завтра на какой-то перемене покажу вам фотографии. Так много раз Бог спасает людей. И он хочет спасать их. Он умер, чтобы спасать людей. Он хочет спасать людей больше, чем мы с вами хотим спасать людей. Но мы должны слышать его для знания Божьего времени, правильного времени. Это все о нем и ему отдается вся слава. Бог. Не мы. Только он. Аминь. Он спасающий. Однажды у меня в Индии была ситуация. Женщина говорит, видишь всех моих детей, они все в библейской школе. Все они это чудо. Я говорю, серьезно? Она говорит, все, каждый из них это чудо. Однажды Дух Святой сказал, ляжь на пол. Сейчас. И они все легли на пол. Они все они все легли на пол. И женщина легла и сказала, не вставайте, пока я не скажу вам. И взрыв. 1984 год во всех мировых новостях был известен этот огромнейший взрыв. Они час лежали, не вставая. И в конце дня Бог сказал, вставайте. Когда она встала, все вокруг были мертвы. На всей ее улице, все вокруг. Почему они выжили? Потому что газ опускается только на расстояние 50 сантиметров примерно от земли. Все, кто ходили, вдохнули и умерли, они лежали и остались живы. Дух Святой сказал ей лечь. Божье время, Каирс. Когда Бог говорит вам, вы делаете. Вы не должны задавать вопрос почему. Если вы начинаете задавать вопросы Богу, вы не верите Ему. Вы должны научиться перестать задавать вопросы Богу. Да, может быть, будут времена, когда вы будете спрашивать Его, и будет это позволено. Но вы должны научиться, когда Бог говорит, делайте, или сейчас время, вы должны без вопросов послушаться, делать и выполнять, что Он говорит. И это крайне важно. Я не могу сказать, насколько это важно, быть настолько послушным Богу. Если вы хотите участвовать в ходатайстве, вы слышите, вы выполняете. это доказано. Люди думают, ну да, ну, как мы будем знать, если мы это должны сделать? Но доказательство будет. Поверьте, если это от Бога, доказательство будет. И вы должны быть теми, кто слушается Бога. Слушаете и делаете то, что слышите от Него. И в большинстве случаев, если Бог вас просит кое-что сделать, тогда Он также снарядит вас и даст вам силы достаточно, чтобы вы выполнили это. Он не будет никогда в жизни просить вас то, что вы не сможете сделать. Он попросит вас сделать только то, на что Он же вас и снарядил. Аллилуйя. И тут вы учитесь доверию, хождению с Ним. И какая это на самом деле жизнь, жизнь ходатайсти. Слышать Его и двигаться с Ним. Слышать Его и ожидать. Аминь. И слушаться тому, что Он говорит. Я молюсь о Божьей передаче в вас. Чтобы самое важное вы взяли в свое сердце. В вашего внутреннего человека. И мы закончим с Ефесянам 3 глава 16 стих. Павел молится о внутреннем человеке. Да даст вам по богатству славы своей. Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Аминь. Ефесянам 3.16 Молюсь этим за вас. Аминь. Чтобы Господь оснарядил вас силой Своей могущественной. Сильное слово. Аллилуйя. Аминь. Редактор субтитров Семен. В Субтитры создавал DimaTorzok